Красное знамя над фашистским Рейхстагом – вот к чему в годы Второй мировой войны стремились все советские солдаты. Но оказалось, что для главного знаменосца нашего Григория Булатова и Слободского его подвиг стал трагедией всей жизни. Почему? У родственников непризнанного героя узнала Елена Чехомова. Григорий Булатов был тем самым первым солдатом, кто с красным флагом ворвался в Рейхстаг. Его лицо навсегда осталось на кадрах кинохроники, снятой известным фронтовым оператором Романом Карменом через несколько часов после капитуляции Берлинского гарнизона. С нами победы над Рейхстагом подружено! Это сейчас о подвиге Григория Булатова можно услышать в интернете, по телевизору, по радио. Но родственники знаменосца долгое время сами не могли знать правду. Кто же он, Григорий Булатов, и какую роль сыграл во взятии фашистского Берлина? Никто ничего не говорил. Никто не знал, даже от близких. А молчал Булатов долго. 20 лет после победы, уверяют близкие. И не просто так, а потому что обещал. К Сталину вроде возили и там все, и молчал 20 лет. Слово, которое дал Сталин, он сказал, вроде, подожди, помолчи. А потом уже можешь говорить и можешь мемуары писать. Но спустя столько лет уже сложно было что-то поменять и доказать. Не сохранились ни награды, ни письма, ни документы. О своем поступке говорить уже можно было. Но никто Григорию Петровичу не верил. 9 мая не любил. Идет, например, фильм, и там, вот скажут, знаменосцы Егоров и Контария. А ему-то обидно. Наши, например, там, ну, слабожане относились к этому. Ну, что, ты дошел? Ну, как это ты там, молодой пацан, слабожанин какой-то там, деревня, грубо говоря. И правда дошел до Берлина. И правда молодой. В 17 лет ушел на войну после гибели на фронте своего отца. И тем не менее, даже дети, внуки Григория Булатова росли в окружении неверия. Я как себя помню, так он постоянно, отец у меня, он все вырезки, все, которые в газетах были, он все собирал. Для нас-то он герой был. На уроке истории задавали вопрос там, кто возражение, знаем ли это было. Я сказал, Григорий Булатов, и мне за это даже двойку грепили. Его подвиг стал его жизненной трагедией. Непризнанный герой Григорий Булатов умер рано, в 47 лет. И его история могла так и остаться тайной. Но благодаря краеведам, историкам, близким людям, правда становится все более очевидной. Документы и награды по музеям, архивам, по свидетельствам очевидцев постепенно восстанавливают. Большая заслуга в том Сергея Павловича Серкина. Он первый нам привез, мы просто были удивлены, наградной лист. Это сейчас мы зайдем на сайт «Подвиг народа» и можем скачать этот лист сами. И узнать, когда заведем фамилию Булатов Григорий Петрович, 25-го года рождения, нам все наградные листы выйдут, как он храбро воевал, понимаете. А тогда он нам первый привез этот наградной лист. Мы читаем черным по белому, что достоин награждения звания Герой Советского Союза. Да как? Как? И правнуки деда, вот все они за столом. Кира, Маша, Демит, Никита в любимой футболке. Растут в твердом убеждении, кто их прадед и что он совершил. Я знаю, что он выгрузил первый флаг над Рейхстагом, и что мой прадед, он был смелым. Булатов солдат, не подвел ты ни разу, в атаку, разведку ходил. И так, шаг за шагом, пошел по Европе и флаг на Рейхстаг водрузил. История меняется на глазах. В семью вернули фамилию, теперь внучка и правнук тоже Булатовы. Имя их предка известно в наши дни на весь Слободской и куда дальше. Каждый год победу в этом городе начинают праздновать 30 апреля. В день установления флага над Рейхстагом. Здесь собираются на новой могиле героя. И памятники ему тут установили. В 2000 году в Слободском появилась и улица Булатова. Но за 20 с лишним лет, грусти близких, она так и не приведена в порядок. Надо обязательно сделать баннер и написать в честь кого названа эта улица. А еще нам бы хотелось облагородить, поставить лавочки, разбить клумбу, чтобы приходили сюда дети, родители. Рядом открыли патриотический центр имени Слободского героя. Теперь надежда сторонников – памятник в центре города. Вот у Вечного огня, например. И главное – признание подвига Григория Булатова на уровне всей страны.